И в фамилии вашего победителя, Алексей Атаман-Махно! Справа от меня стоит Алексей Махно, который сегодня победил в уверенной победе своего соперника. Алексей, поздравляю, сейчас в ММА очень-очень популярны инсайды. И сейчас у нас будет новый инсайд. Инсайд звучит так, Алексей Махно умеет бороться. Смешно. За это я люблю твои передачи, потому что очень много каверзных интересных вопросов. Смотрю всегда все интервью, сначала до конца. На самом деле, ну это не так. Я же много в каких боях борюсь. Ровно год назад я бил с таким же высоким бразильцем. Там я тоже, можно сказать, сдержал победу в третьем раунде, который был решающим в бою. Опять же, в борьбе. Просто в этом бою я вышел с желтой карточкой и пришлось пренебречь ударной манерой, так сказать. Не показать зрителям то, что они любят. Пришлось более уверенно забирать все три раунда, чтобы у соперников, ой, у судей не было колебаний в чью сторону отдавать. Расскажи про причину не сделанного веса. Это целых три килограмма. То есть обычно не делаю там, не знаю, пятьсот грамм, килограмм, я слышал, но чтоб три килограмма, это прям много. Обычно я делаю, да? Не-не, я говорю, что обычные люди, когда они... Обычно я делаю. Могу только предположить, не так давно я получил травму колена, мы ее не афишировали. Я два месяца с копейками лежал дома с прямой ногой, играл PlayStation, ел. Ну, был обездвижен и стал омерзительно толстый. Вот, я вернулся в зал, но я не мог делать кардионагрузку, и к этому бою мы подошли практически без кардионагрузки. В этом была проблема, чтобы продышать. Было много статической нагрузки, то есть самой борьбы, соответственно, там мы продышали хорошо. Вот насчет кардио были некоторые сомнения. И, соответственно, организм начал легко отдавать эти лишние жиры, вот эти свинские килограммы. Но в один момент он у меня остановился на 73 килограммах, когда я приехал сюда. Я надел костюм-сауну, надел два ХБ-костюма, то есть этого три костюма, один из которых сауна. В общей сложности я бежал час на беговой дорожке, делал вело, тренажер, все кардио, снимаю одежду, а я сухой. Ну, то есть не грамма вообще. Я гонял ночь перед взвешенным пять раз. Пять раз со мной на секундант мы не спали в сутки. Мы пять раз гоняли в бане, гоняли в сауне, которая, знаешь, такая, ну, переносная, может быть, видел Луэнджейчик такую. В ней, в обычной сауне. Велотренажер, беговая дорожка, кардио-комплексы. Ни грамма. Ни грамма. И, ну, пришлось отдать желтую карточку, в принципе, план на бой не поминался. Приходилось так же уверенно выигрывать. Ну, пришлось пренебречь, я уже говорил, красотой, наверное, боя. И, ну, отдать большую часть гонорара. Но это только моя ошибка, мне некого винить. То есть, это все я. Сейчас у вашей команды в какой-то момент была немножко полоса невезения. Но сейчас и Сергей Хандошко выиграл, и Никита Крылов, и ты сейчас показал отличный бой. Расскажи, вы что-то поменяли в подготовке, какие-то новые спарринг-партнеры, или в чем дело? Нет, мы ничего не меняли. Я готовился со всей своей командой, с которыми я готовлюсь со своего первого дня в ММА. Я не считаю, что, знаешь, нужно искать виноватых ком-то. Виноваты мы сами. В какие-то определенные моменты что-то пошло не так. Я могу сказать, что лично себя, да, у Сергея Хандошко были свои проблемы. Я не могу их афишировать, я их знаю, но это личные проблемы. Если он захочет, он тебе скажет. У меня же последние два года я, наверное, буксовал. Как бы были поражения с сильными бойцами, были победы над сильными бойцами. То есть я так чередовал. Наверное, это была черная полоса. Не знаю, я думаю, что все здесь. Я усердно отдаюсь каждой тренировке в зале. Я пашу, никто в этом меня не упрекнет. Я... Ну, что-то пошло не так. Такое бывает, знаешь, бывает черная полоса, бывает белая, да. Кто-то был олигархом, а сегодня он обычный житель однокомнатной квартиры. Это жизнь, да. Хорошо, если не в тюрьме еще. Ну, не будем никому делать посыл, я тебя понял, конечно. Но дай бог, чтобы у человека все решилось, потому что я на личном примере, так сказать, знаю, что это такое. Поэтому я желаю терпения семье, его детям, жене, всем. Да, если они есть, как бы я не столь осведомлен. Но я всем желаю терпения в этой сложной ситуации. Просто была черная полоса, дай бог. Я надеюсь, что и у меня, и у Сергея, и у всех ребят начнется счастливая белая полоса. И она будет как можно более длинная. Была очень сентиментальная сцена перед тем, как мы стали у тебя брать интервью. Тебе позвонила мама, был папа. Вопрос не в сентиментальности ее, а в том, что до этого я всегда видел твоего папу на боях. На которых я был, всегда он тоже был. Расскажи, почему в этот раз он не приехал? В этот раз он не поехал, ты знаешь, с годами становимся... Ильфаде побить, пожалуйста. Становимся все сентиментальнее, да. Я вот не сижу в бойцовских группах. Смотрю твои выпуски, но в группах не сижу. Но знаешь, что про меня пишет очень много грязи. Не знаю, почему. Вообще не стоит читать в интернете, что пишут. Да, я не читаю. Я поэтому и не читаю. Вот не соврать. Больше года я не захожу ни в одну бойцовскую группу, никогда не читаю комментарии. Если вижу про себя или своих друзей, никогда не читаю. Вот даю тебе слово. Очень много грязи. Не знаю, почему люди такие злые, малодушные. Но ради бога, если их это забавит, если им это продлевает жизнь, если они себя чувствуют менее никченными, то пускай. Это интернет, не обращай внимания. Я думаю, просто счастливые люди. Ты счастливый человек, ты доволен своей жизнью. Я не думаю, что ты будешь просто сидеть дома, есть чипсы и поливать кого-то грязью. Я думаю, тебе это не нужно. Но нормальные люди этого не делают. Поэтому много грязи. И я решил к этому бою, я себя всецело посвятил залу и просто захотел, чтобы мама и папа были в этот момент вместе дома. Маме очень тяжело переживать каждый мой бой. И я попросил отца, чтобы он был с ней. И вот я им первым делом выйдя из боя сразу набрал. Они счастливые и довольные. Первый вопрос, нет ли травм серьезных, потому что они знают, что я люблю после боев поехать в больницу. Слава Богу, ничего нет. И я рад, что они вместе. Они сейчас обнимут друг друга, скажут, какой я хороший. А они замечательные и лучшие в мире родители. Я счастливый человек. Так что пусть они вот в этот день, в этот вечер побудут вместе. И последний вопрос. Мы смотрели недавно статистику нашего YouTube канала. И у нас на YouTube канале, оказывается, нас смотрят не только парни, нас смотрят еще и девушки. И в этом, да, ну не очень много процентов, там, по-моему, что-то 15-16 процентов. И в этом сентиментальном моменте, про который я рассказывал, когда ты позвонил маме и папе, ты сказал, все, могу жениться, с лицом все в порядке. Расскажи, реально планируешь уже? И сейчас просто очень модная тема, когда бойцы делают предложения на ринге. Да, конечно, я планирую, как и любой нормальный здравомыслящий человек. Я этого хочу. Но я не буду делать предложения в ринге. Раньше это было очень круто, а сейчас это немножко заездили. Да, Эльфат? Ваш одноклубник Валерий Мясников это сделал? Ну вот, пусть он будет последний. Пусть эта история закончится на нем, и он войдет в эту историю, как вот последний крутой парень, который это сделал. Я, кстати, им желаю Валере, его невесте Лере. Вот, желаю им замечательной супружеской жизни. Я их давно очень хорошо знаю, замечательные ребята. Вот, пусть они будут счастливы, понимают друг друга и никогда не ссорятся. А скоро придет и мое время, и я тоже вам сразу скажу. Вот обещаю, первым скажу тебе. Супер. Это будет инсайд. Ты же любишь инсайд. Я обожаю. Сейчас это модно. Алексей, я был уверен в твоей победе. Спасибо. Но не таким точно образом. Я там даже с ребятами по слову говорю, что сейчас в первом раунде вырубят. Но я все равно доволен, потому что, как бы это ни звучало, я наконец-то увидел, что ты реально развиваться стал. Борьба крутая была, были крутые переводы, так что большой молодец. Еще раз поздравлю с победой. Спасибо. На самом деле, это огромное спасибо в моей борьбе, моему тренеру в клубе Wolf Gym, Ратмир Кирефов. Это член сборной России в составе ЦСКА. Очень сильный вольник. И моему ближайшему другу Ильфату Амирову. Потому что, поверьте, когда этот маленький злобный башкир бежит на тебя с ударами и с борьбой, он так больно втыкает тебя в мат. Он так больно тебя добивает. Я не отхожу от него. Терплю. И я знаю, что если я вылезу из-под него, или если я вдруг законтролирую внизу его, в любом весе, в своем вернее, в своем весе любого соперника я затаскаю точно. И сегодня мы это видели. Ребята, следите за Алексеем, следите за Ильфатом. Смотрите Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо, ребята. Еще множество крутейших интервью лучших бойцов ММА вы можете найти на нашем канале. Ну а кроме них, еще массу всего интересного и эксклюзивного. Не забывайте подписываться на нас, ведь практически каждый день выходит новый материал. Ну а если вам заходит наш труд, то можете поблагодарить нас донатом. Мы все еще не собрали на новый микрофон. Ссылочка в описании. Удачи!